Этот год для Череповца юбилейный, 240 лет и несомненно городу есть чем гордиться. Однако самой главной визитной карточкой города без сомнений является Октябрьский мост. А-образный пилон моста это самая узнаваемая его часть. Его высота составляет 83,5 метра. Сам мост был открыт в 1979 году и стал первым вантовым мостом на территории России. А вот это сами ванты, металлические канаты, которые поддерживают конструкцию. Их совокупная длина на Октябрьском мосту составляет 16 километров. Работы по строительству моста начались в 1970 году и продолжались целых 9 лет. В 1979 году по мосту проехали первые автомобили, но акт приемки в эксплуатацию был подписан только два года спустя. До открытия моста транспортное сообщение обеспечивали паром и понтонное переправа, а на территории Зашекснинского района были деревушки и села. Но с развитием промышленности власти приняли решение территорию города развивать. Поэтому вопрос о строительстве моста остров стал еще в начале 60-х. Назрело очень и очень остро строительство Череповецкого моста с точки зрения и развития экономики Вологодской области и города Череповца, и с точки зрения обеспечения поставки продукции, которую выпускал Череповецкий металлогический завод. Имеется Ярославль, Москва. Мы безусловно все время ждали, когда это будет мост. Я помню, как мы переезжали на пароме, как это было трудно. И еще один трагический случай, когда мы строили цех холодного проката, главный конструктор УЗТМ четырехлетевого стана, на Новый год уезжая в аэропорт, погибли, машина провалилась, и они вот этой Шексни погибли. Вот это тоже, по-моему, подвинуло строительство моста, что, в конце концов, зимой нельзя было переехать. Был сделан, как бы намораживали трассу такую, налевали воду, она замерзала, и, значит, машины как-то ездили, но это был не выход из положения. И вот эта трагедия, мне так кажется, что она ускорила принятие решения строительства моста Череповецкого. Мало кто знает о том, почему был выбран вариант именно Вантового моста. Первый макет представил в 1966 году конструктор стройуправления Коксахиммонтаж, студент Ленинградского строительного института Лев Делюста. При разработке проекта он использовал опыт строительства висячих мостов за рубежом. Больше всего вдохновил его висячий мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско. Я считаю, что я предложил, но это нигде не зафиксировано, кроме газет. Если бы не поднимался, вопрос о вантах. Сегодня бы мы видели здесь железобетонный мост, вот этот мост. На концах две опоры и вот два двояко выгнутая, как двояко выгнутая линза. 1300 метров длина такого моста. То есть он перекрывает всю нашу реку Шексну. Тогда я не получил поддержки от области, когда присутствовал здесь и на презентации этого моста. Бригин, он тоже, так сказать, негативно отнесся к этому. Сказал, что пока, как говорится, они живы, такого моста не будет. В основном архитекторы предлагали мосты железобетонные, которые и строились тогда повсеместно. Однако при повторном обсуждении вариантов эскиз Льва де Люста с его висячим мостом был замечен директором металлургического комбината Владимиром Ванчиковым. Он сказал, нет, нет, ребята, это хорошо, что вы там железобетон, все это нормально, но ведь город у нас молодой, молодой, надо что-то новое. Вот ткнул мой эскиз, вы, говорит, подумайте над этим, может что-то у вас получится, и к следующему совещанию приготовьте и этот вариант. Прошло полгода, и товарищи снова привезли с Лени градостроительства свои варианты, но привезли и вантовые мосты, несколько вариантов своих, вот с этими вот вантами, которые мы сейчас видим там, и они приняли на этой комиссии для дальнейшей разработки вариант с одним пилоном, вот с двумя пролетами вантовую систему. Мосту 38 лет уже, он уже старый мост, он у нас замечательный мост, он, понимаете, да, действительно как жемчужина, но и жемчужина тоже стареет. Инженер утверждает, что Октябрьский мост сегодня нуждается в реконструкции, предлагает свой макет обновленного моста и моста заместителя, который будет незатратным, быстровозводимым и на время реконструкции поможет обеспечить транспортное сообщение между Зашекснинским районом и городом. Здесь показан уже новый мост, реконструированный, так, такая же эстакада, но несколько изменена схема этого моста. Остается опора, это вертикальная, которая у нас есть, и два кабеля диаметром 300 миллиметров удерживают 200-миллиметровое полотно этого вантового участка земли. То есть мы как бы оставляем историю, несколько продвигаемся вперед, и вот такой я вижу новый мост, который будет когда-то либо, или может быть подобный мост, может быть что-то другое сделает. А чтобы можно было остановить и начать реконструкцию или капремонт этого моста, то надо построить второй мост. Вот он, фонтонный мост, который может удерживаться относительно берега на одном и том же уровне, несмотря на падение или подъем уровня воды в реке или изменение внешней нагрузки. Это идея, не более.